Друзья, привет! Сегодня я решил снять видео из района Прага 8. Это или помовка, или карлины, показать, какие красивые районы сейчас здесь появляются, потому что идёт глобальная застройка и строят просто шикарнейшие проекты. И будем прогуливаться, покажу, где-то уже что-то заселено, где-то ещё в рамках стройки, но реально это какая-то необычная часть Праги, которую мы сегодня с вами увидим. Обратите внимание, перед вами комплекс, и внизу можно к ним подъехать на необычном транспорте, яхта или катерок. Конечно же, можно подъехать и на машине, но именно здесь комплексы, к которым можно добраться по воде. Это опять же Вултава, и чуть позже практически все дома, которые мы будем с вами видеть, они будут находиться на реке. Довольно-таки красиво, тихо, да и вообще природа повсюду. Ну и, конечно же, с левой стороны здесь строят крупные офисные центры, и сейчас увидите это всё более детально. То есть сейчас, повторюсь, некоторые районы ещё строятся, некоторые уже сданы комплексы, и в них живут люди. К одному из таких комплексов мы сейчас с вами подойдём. Опять же, то, что вы видите вокруг, строят известная компания в Праге Крести, у которых очень дорогие проекты и очень шикарный дизайн. Поэтому все эти дома немного напоминают Голландию, потому что именно голландская архитектура здесь и присутствует. И все проекты, которые мы с вами увидим или же уже видели, это всё голландские проекты. Действительно, ценник космический, то есть здесь за двушку сейчас, это 2 плюс какая, вы можете отдать 7-8 миллионов легко. То есть это абсолютно здесь нормальные цены. И 7-8 миллионов это плюс-минус 300 тысяч евро. Плюс-минус. Поэтому цены не дешёвые, но зато многие здесь хотят жить, и в основном иностранцы. Здесь дорогая сдача квартир, дорогая покупка, ну в общем, дорого, но очень классно. Сейчас я покажу ещё. Посмотрите на эту красоту, то есть в принципе здесь уже живут люди. Конечно же, есть варианты, которые продаются, но это в основном какие-то дорогие или пентхаусы, или пятикомнатные, или что-то подобное. И сюда также, в принципе, можно приплыть. А здесь перед собой вы можете увидеть то, как это должно выглядеть по проекту. Действительно, футуристично красиво. Вот, это как раз то место, где мы с вами находимся. Подобные проекты, конечно же, мне нравятся, потому что это уже напоминает какое-то будущее. То есть очень всё красиво, но дорого. И, ну как бы, я не знаю, сколько на такую квартиру, даже в 300-350 тысяч евро надо работать. Но единственное, что хорошо, что низкие проценты по ипотеке, то есть сейчас ипотеку можно взять за 2,29%. Соответственно, ну это более чем подъёмно. Но для этого нужно собрать определённые документы. Но, в принципе, при желании ипотеку всегда можете получить. Для этого есть всевозможные брокеры, которые помогают сделать всё, как надо. И если вы видите, то всё огорожено. То есть это как такой маленький мир со своими обычными парковками, садиками, какими-то кафешками и своей внутренней территорией. Всё под видеонаблюдением, с рецепциями и так далее. Всё довольно-таки хорошо. Единственное, за это также надо платить. С левой стороны продолжается стройка. И сейчас мы перейдём с вами буквально 200 метров через мост. И я покажу как раз другой комплекс, который также является частью всего такого глобального комплекса строительства. И что интересно, что цены на недвижимость в Праге просто растут с какой-то геометрической прогрессией. То есть если 3 года назад за двушку можно было отдать 2 миллиона 900, это плюс-минус 55-60 квадратов, то сейчас это уже 7,580-9 миллионов кром. Притом зарплаты так не растут. И цены растут только от того, что очень мало строятся. И то, что раскупают, это в основном всё иностранцы. Поэтому цены действительно просто растут и растут. Не знаю, мне кажется, через лет 10 уже будут стоить миллионы это всё. Именно евро. Эту часть мы уже с вами покидаем. Сейчас перейдём через мост, и я покажу вам то, что уже сдали, и где живут люди. То есть там более всё обжито, стройки практически уже нет. Сейчас с вами перейдём мост. И с правой стороны продолжение вот этого такого модного нового района. И самый крупный там комплекс, это Марина. И там действительно тоже так всё красиво. Шикарная архитектура. И да, нравятся мне эти районы. Что также интересно, если вы покупаете новую квартиру, то обычно в ней уже есть всё. Сантехника, полы, побелка. Ну то есть можно уже завозить мебель и жить. Единственное, чего там никогда нет, это кухни. То есть вам надо создать кухню и завести мебель. И всё. Всё остальное уже в квартирах есть. И вот он этот комплекс Марина. Посмотрите на эту архитектуру. Сейчас мы там пройдём с вами по набережной и выйдем к сердцу этого района. Очень красиво. Там также находится небольшая бухточка, где находятся как списанные кораблики, так и те, которые хоть сейчас могут отправиться в путь по воде. Кстати, что интересно, прочитал, что здесь, в этой территории, как вы видите, вода. И была возможность, что здесь появятся комары. Так вот, здесь сделали специальную систему, которая опрыскивает данную территорию, чтобы здесь не появлялись комары. Представьте, как застройщик заморочился. Но это того стоит. И действительно, недвижимость дорогая. Здесь такая, как бы, цена очень кусается. Но многие, особенно иностранцы, здесь любят покупать недвижимость, а потом её сдавать. То есть, в среднем здесь за двушку, как вот знакомые сдают, 30 тысяч крон. То есть, это 1150-1200 евро. С коммуналкой, в общем, совсем. Но сумма приличная, я бы сказал. Вон эти дома, сейчас мы к ним спустимся поближе. Не так просто попасть к этому комплексу. Но дорожку я знаю, так что сейчас с вами туда пройдём. Надо окольными путями идти, чтобы к нему, к этому комплексу выйти. Но красиво. Наверху я пройти не могу, потому что я там огорожен. Но пройду по набережной. Тут тоже довольно-таки красиво. При том, что интересно, я говорил, что это застройщик Крестью. Но самый известный застройщик Праги, это Центров Групп. И у них, ну, недвижимость чуть дешевле, но у них проекты не такие, я бы сказал, привлекательные с точки зрения внешнего вида, но и внутренние всей фурнитуры. То есть, здесь, допустим, дороже полы, там стёкла и так далее. Почему всё это знаю? Потому что когда-то сам планировал, присматривал себе жильё, поэтому всё это изучал. Но сейчас решил и с вами поделиться этой информацией. Вот как-то так здесь всё это выглядит. Наверху вот они, красивые эти квартирки. Ну, а здесь вот когда-то бывший пирс. Видно вот часть этого пирса. Но сейчас здесь никаких кораблей нету, кроме яхт, если здесь живёт их владелец. Кстати, необычно для Праги. С правой стороны идёт баржа с песком. Такое вижу впервые. И, скорее всего, она направляется в сторону центра города. Если видите, прямо перед вами. Диковинная картинка. Сам такого не видел. Но интересно выглядит. Опять же, она проходит мимо этого комплекса. Здесь не останавливается. Ну, а тут как раз мы проходим по пешеходной дорожке. Вот такие вот здесь красивые здания стоят. Внутренние дворики небольшие. Ну, и мы продолжаем с вами путь по этому району. Опять же, повторюсь, это Прага-8. И вот посмотрите на эту красоту. Вот, как я и говорил, списанные кораблики. Это уже кораблики и лодочки владельцев, которые здесь поживают. И вот она, вся эта красота. И вот напротив ресторанчик. Там любили с друзьями сидеть. Сидишь, кораблики маленькие плавают. Ну, вообще шикарно. Что интересно, что в Праге есть вот такие современные районы. И есть исторические, по которым мы с вами гуляем. Так вот, ребята, какие районы вам больше нравятся? То есть, понятно, с точки зрения истории, центр это вне конкуренции. А вот с точки зрения жилья. Вы больше отдаете предпочтение старым квартирам с большими потолками? Или вот чему-то такому новому, модному, красивому? Ну, также большие метражи, ну, и шикарные виды. Расскажите, интересно будет. Иду в сторону кафе. Хочу и там прогуляться, показать вам, как выглядит все с того берега. И уже будем с вами заканчивать. Наверное, единственное, что осталось от порта, здесь вот, это такой вот символ якорь. Того, что это когда-то была такая портовая часть. Ну, и сейчас мы с вами пройдем ближе к этому ресторанчику милому. Ну, и оттуда посмотрим на всю красоту, которая уже по другой берег от реки Вултава. На первом этаже магазин, который занимается продажей катеров и яхт. Ну, наверное, актуально для данного района. Хотя для Чехии в целом не актуально, потому что особо плавать здесь негде. Ну, если не считать Вултавы. Людей не так много, потому что все-таки кто-то опасается того, что сейчас может еще вирус свирепствовать. Поэтому, несмотря на то, что все открыли, еще людей не так много. Хотя сегодня четверг, в принципе, довольно-таки хороший день для того, чтобы выпить кружечку пива или посидеть с бокалом опироля. И это как раз тот же район, где я был вот напротив. А через мост это уже пишут Халишовица. То есть там с той стороны помовка, а здесь уже Халишовица. Ну и вот видите вот эти красивые домушки. Напротив тоже самое сделано классно. Ну, вот это ресторан-пивоварня Марина Халишовица, если видите позади. Ну, как раз новые дома. Ну, и мы сейчас с вами пройдем вон туда, по набережной, как я и обещал. И уже выйдем как раз к метро, наверное, на дороже Халишовицы, где и будем с вами заканчивать. Архитектура просто класс. Дома один не похожи на другого, а позади вот вообще старенькие обычные домики. Ну, то есть вот в этом все великолепие Праги, что за углом может быть здание 19-го столетия. На берегу 20-е, 21-е. Между ними это как раз конец 19-го, начало 20-го или середина 20-го. Ну, то есть такая мозаика хорошая и красивая. Ну, а с правой стороны вы можете увидеть списанные кораблики. И, конечно же, люди, которые живут напротив них, наверное, вид не совсем хороший. Но есть в Праге новые дома с видом на крематоре или на кладбище. Поэтому тут дело такое, кому что нравится. Милые детские площадки такие. Там дальше. Кран погрузочный. Ну, то есть вот такой вот необычный райончик со своими плюсами, со своими минусами. И таких районов в Праге много. Это я вам на контрасте показал между тем, которые мы с вами видели. Прага 17, Сидлиштижепа. И как раз вот именно эти детские площадки, люди с детишками, офисы. Красивые дома вокруг. Ну, и красивые, и не очень. Тоже вот с левой стороны что-то новое, офисное построили. Вот это угловое. Тоже очень классно смотрится. Да, это офисное здание. А мы сейчас пройдем позади него. Там тоже что-то красивое виднеется. Посмотрим, что там. Туда никогда не ходил, но почему бы и не сходить? Что-то новое не увидеть. Сейчас покажу, как выглядят внутренние дворики. Смотрите, тоже дизайнерски все красиво. Так, сделано. Кафешки, магазинчики, офисы. Ну, прекрасно просто. Молодежь пьет и гуляет. Собачка веселится. Ну, то есть, обычная жизнь. Ребята, друзья, на этом буду с вами заканчивать. Надеюсь, вам понравился необычный район Праги. И это я вам хотел показать на колорите, какие есть. То есть, что мы с вами постоянно видим исторический центр. Мы с вами видели Прагу-17. Это спальные районы. И есть вот такие вот прекрасные архитектурные объекты. Правда, архитектура современная, но того она не намного хуже или лучше. Она просто самобытная. И меня она очень сильно привлекает. Поэтому спасибо, что вы посмотрели это коротенькое видео. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии, что бы вы хотели увидеть еще в Праге, что бы вы хотели, чтобы я светил, может быть, рассказал. И ставьте лайки. Кстати, да, я не забыл, на выходных я пойду на Пражский град и сниму вам всю красоту, которая там будет доступна. И доступна бесплатно. Помните, с 29 мая по 1 июня все объекты Пражского града свободны для посещения. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Пока!